В Харькове определили, как будет выглядеть новый памятник на площади Конституции. Его там установят вместо привычных пятерых из ломбарда. В закрытом конкурсе на эскиз монумента независимости участвовали 10 работ. Свои проекты на суд Харьковчан представили авторы не только из Харькова, но и США и России. Победила фигура женщины на шаре. Всякие направления модерна и абстракции, они уходят сегодня. Общество тянется к классике. Богиня Ника – это исторически проверенный образ, возрождение, победа. Авторы работы Александра Ритны и Анны Иванова воплощать в жизнь символ независимости им пришлось уже во второй раз. И если предыдущий монумент независимости на площади Розы Люксембург они создавали по эскизу другого автора, позже и сами признались, памятник вышел неудачным, то теперь они и авторы, и создатели скульптуры. В их представлении памятник независимости должен быть изящным. Чтобы это не было как там скала, то есть хотелось противоположное по форме тому, что там есть. В принципе это не символ Украины как таковой. Там памятник он такой структурированный, это именно вот свобода, независимость, поэтому она такая летучая и она как бы откуда-то прилетела, грубо говоря, в Украину. Никакой индивидуальности и главное ничего украинского. Она абсолютно не отображает дух Украины этот памятник. Коммунисты проект нового памятника раскритиковали. Говорят, нынешний монумент в честь провозглашения советской власти намного лучше. Мол, он символизирует определенную эпоху, в отличие от того, который хриковчанам хотят предложить взамен. В советское время Украина стала действительно независимым государством. Он более как лучше, как нельзя лучше отражает именно исторический путь формирования Украины. И по сути он и является памятником истинной независимости Украины, именно социалистической Украины. Реконструировать площадь Конституции и поставить новый памятник хотят до Евро-2012. Для символа советской эпохи присмотрели другое место в районе ХТЗ. Памятник провозглашения советской власти на Украине больше известный в народе, как пятеро из ломбарда, хотят принести вот сюда, в сквер, возле Дворца культуры ХТЗ. Куда именно поставят монумент, пока неизвестно. Но уже на следующей неделе депутаты Гурсовета решат, назвать ли это место сквером Советской Украины. Элина Бикетова, Алексей Жучков и Иван Наконечный, Медиагруппа Объектив.